В самой гуще леса, в обнимку с природой, в погоне за приключениями, вот так уже 19 лет проходит скаутский слёт Зоупрерий. В 2014-2015 встречи скаутов не происходили из-за опасной ситуации на Донбассе. В этом году слёт удалось возродить. Ребята провели 4 незабываемых дня в Непроведровской области. Самое главное то, что ребята, те, которые готовили эту программу, а по клыкстепу позиционируют себя и запомнилась не только на региональном уровне, а уже вышла на национальный уровень и отмечена в Евразийском регионе по скаутскому движению, как программа самая яркая, именно для малышей. И эта программа, она всегда, мы уже чётко все её видят, как программка составлена детьми для детей. Самые яркие такие впечатления от этой программы, когда малыш, которого там в школе, наверное, не заставишь учиться, а он ходит с этим листочком таким вот, на котором там сдают, ему ставят отметочки, а эта отметочка потом подкрепляется на шивка. Их эти счастливые лица мне поставили, эту печать, подпись. На Зоупрерий прибыли делегации скаутов из Восточной и Центральной Южной Украины. Всего в слёте приняли участие около 200 девочек и мальчиков. Опытные скауты делились знаниями с новичками. Мне сейчас уже 12 лет, я вот в этой программе уже 9 лет. В этом году я, ну вот я участвовала как тренер, мне вот это очень нравится, я вот очень довольна своей работой. Сложно ли тебе было быть тренером? Расскажи о том, Владимир. Ну тренером, да, конечно, чуть-чуть сложно, это дети, конечно, балуются чуть-чуть, но, ну вот, всё было очень даже хорошо. Мои обязанности там были, это страховать детей и вот, и вот сделать всё, чтобы им там понравилось. Я проводила активитеты, было очень интересно, детки были разных возрастов, все были так заинтересованы, было очень интересно им что-то рассказывать и проводить разные активитеты. Они были всё очень внимательны, поездка запомнилась, ну, много эмоций там было, много нам подарков принесла погода, были и дожди, и хорошая погода, солнце, всё так менялось, всё очень резко. Скаутам не страшны погодные катаклизмы, тем более, что ребята ради этого и собрались, чтобы научиться преодолевать себя и не бояться трудностей. Девочки и мальчики играли в обучающие игры, а также сдавали тесты, а в качестве вознаграждения получали скаутские нашивки. Я успел заработать 16 нашивок, это очень увлекательно и интересно. Я о таких даже не знал нашивках и как их получить. Я 4 года занимаюсь капскаутингом и успел уже сходить и в однодневные, и в многодневные походы. Вот сети паука, это про вязание узлов, как вязать узлы. Тропа лягушонка, про болото там, всё такое. Беголанием, она за прыжки, бегание и лазить. Советы мудрости, а вы за что получили? Например, подавать сигналы, если ты заблудился. А лесной домострой? Это когда, если ты сам, ты должен построить, например, палатку или выжить. В подсказском лагере я поработала над собой. Как ты поработала? Преодолела испытания, ждём комарами. Жизнь в полевых условиях. Спасибо нашей большой панде, Наталье Васильевне. Я тоже достигну высот жизни через капскаутинг. Палаточное царство, каша, сваренная на костре, песни под гитару. Окунувшись в мир дикой природы, и взрослые, и дети получают впечатления, которые никогда не сотрутся из памяти. Вот уже несколько лет в рядах скаутской организации воспитанники отчего дома. Заупрерий помогает ребятам получить полезный жизненный опыт. Всё было хорошо, впечатление было прекрасное, отдыхали, помогали, участвовали в разных конкурсах, помогали детям больше чего узнать. В этом году я ездил уже как вожатый, следил за детьми детского центра отдельно. Мне очень там понравилось, честно. Там много трудностей было, погодные условия. Езжу я уже где-то или третий, четвёртый раз. Ну, не так много. Меня туда директор с приюта загнал, можно сказать. Желания не было. Но сейчас я, честно, я очень доволен этими всеми поездками. Там детей учат многому чему. Очень классно там. Они приучаются так к дисциплине, к самостоятельности, это в первую очередь. И воспитание полным ходом. В 2017 году зоупрерий исполняется уже 20 лет. И скауты уже в предвкушении новой юбилейной встречи. Приехайся до скаутского руху!